Кто ко мне пришёл? Я там видео монтирую. А кто ко мне пришёл? Брунник. Да, ты мой хороший. Приходится теперь здесь снимать, что звери к плохой хозяйке тоже приходят. Да, Брунка? Ты тоже ко мне приходишь? Там Валера лежит на заднем плане. Павел не хочет его забирать. Сказал, Ома, я же тебе его подарил. Скотти пришла. Сейчас покажу. И Скотти пришла. Время просто к пяти часам. Они начинают все здесь собираться, потому что кушать хотят. Скотти, кушать хотим? Брун, а на компьютер мне только не наступи, а то у меня там закачивается видео для девочек моих. Ладно? Вот. Скотти, скажи-ка-с-кс. Скажи-миау. Скажи-миау. Бруна здесь мурлычет у меня здесь под руками, под телефоном. А вот здесь, хотите, покажу, да? Жорочка. Да, лежи, мой хороший. Лежи, я укрой тебе. А вот здесь... Сонь, вылези где-нибудь. А вот здесь Сонечка. Так что мы все на месте, да? Я монтирую влог. Вся живность при мне. Да, мои хорошие? Да, мои хорошие. Всё. Укрывайся. Давай. Всё, не будем им мешать. Да, Бруна? Да? На компьютер мне не наступи. У меня там видео закачиваются, чтобы что-нибудь там не случилось. Да? Вот, кто-то приехал. Бруна, ты не пойдёшь посмотреть? Это тоже пойдёшь? Время 6 часов. Я зашла в Lidl. Смотрите, какие цены. Укроп 37 центов. В общем, всякие разные. Вот, смотрите. Базиликун. Ойра, 0,9. Здесь 57 центов. Бананы. 84 цента. Здесь тоже, смотрите, помидорки. 50 процентов. Паприка. 74 цента. Пасаживать не в магазин и ездить вечером. Там, смотрите, по 49 центов. Но это уже всё разобрано. Ну вот, смотрите. Ой, я вот такой перец хочу взять. Я зафарширую. Я его не видела. 79 центов. Сейчас я возьму. Салат 42 цента. Фельдзалат. Вот это вот паприка. Между прочим, очень вкусно. На сковородке просто жарит. 64 центов. Паприка зелёная. 99 центов. Ну, прям парадис, а не магазин. Смотрите. 64 цента. Всем привет. Всем добрый день. Девочки посмотрели, какие цены вечером в магазинах. А знаете, сколько было таких продуктов, которые были удешевлены на 30 процентов. Да? Рыба красная была. Но я не стала брать красную рыбу. Потому что мы вот недавно красную рыбу ели. Ну, мы не такие любители. В общем, рыбу мы едим редко, можно так сказать. Например, голубика. Я не знаю, сколько её была. Оригинальная цена. Здесь 250 грамм. Я вчера купила за уровень 99. Я знаю, что вот эти вот полкило, которая голубика была. Ну, Хайве Берн, да, голубика. Которая стоила... Которая сейчас стоит почти 6 евро эта упаковочка. Вчера она была по 4.99, по-моему, вечером. И все овощи были на 50 процентов. Очень... Вернее, не все овощи, я не так скажу. Очень много овощей, которые стоили на 50 процентов дешевле. Например, вот эти маленькие помидорки, которые Володя всегда покупает. Ну, и я Володя покупаю. Ну, и Володя часто себе покупает. Но Володя, знаете, где закупается? Он не в Либели закупается. Он в Ауди закупается. Ну, Ауди больше нравится. А мне вот Лидл больше нравится. Я вчера... Сейчас покажу. Я вчера тоже купила две упаковки. Чего? Или 3.50? Одна. Или... Ойра 74, по-моему, я заплатила. Ну, за одну. Я взяла две штучки, потому что помидоры, они хорошие. Тут испорченных нет. Просто-напросто они так были уценены. В общем, я сделала для себя вывод. Очень классно ездить вечером. Я вообще вечером не езжу в магазин закупаться. Вообще. Никогда там практически, никогда не бываю. Обычно, если что-то нужно мне, ну, что-то я, например, готовлю, и что-то я забыла купить. Я тогда, когда Володя дома, я обычно Володе говорю, Володь, съезди, купи только вот это. Но сама никогда уже вечером не люблю из дома выезжать. А вчера по такой случайной случайности попала в магазин и думаю, ну, надо же, как выгодно, оказывается, вечером закупаться. Купила так прилично и заплатила всего 26 евро. Я вчера не показывала. Кстати, кефир тоже купила. Я сегодня завтракаю кефиром. Между прочим... А, что хотела сказать-то? Вчера вечером не показывала закупку, потому что на улице был такой дождь. А дома я уже потом тоже, я пришла, уже быстренько все убрала по местам и уже тоже не хотела, она уже не хотела смотреть, что я сегодня готовлю. Я же вчера купила паприку. Девочки, полкило 74 цента. И сегодня буду форшировать паприку. Вчера достала мясо. В общем, я уже все, что хотела сделать на термомиксе, сделала. Все измельчила. Здесь я уже поджарила морковку и лук. В общем, рис помыла. Ну, в общем, сейчас буду фаршировать паприку. Ну, на обед, вчера и ужина у меня так всегда. Так, что я делала сегодня с утра? С утра я поработала. Сделала один заказ. Но еще его даже заказчица не отсылала. У меня там просто время есть. Заказчица не отсылала. Но сегодня вечером или завтра утром вам покажу. Заказчица я отошлю фотографии. Ну, заказчица еще сегодня, конечно, отошлю все фотографии, чтобы она посмотрела, как получилась рамочка. Но я думаю, что ей понравится. Так, что я еще с утра делала? Девочки, я еще для вас снимаю закваску на кулинарный канал. Не показываю. Нет, я вам так могу показать. Вот это у меня второй день. Она вроде бы... Ну, еще все заново делаю, по новой. Она вроде бы начинает... Ну, пузырится. Она вроде бы начинает играться, да? Делаю. Потом смонтирую вам такой один влог. Ну, в общем, все семь дней. Ну, чтобы так каждый день не показывать. Сел сразу за семь дней, посмотрел. Постараюсь сделать так. Это покороче. Делаю по принципу 30... 30... 30 миллилитров воды, 30 грамм муки. В принципе, все как всегда. Сегодня утром замесила опять тесто. У меня стоит сейчас покажу. Подкормила свою вот эту закваску старую. Ну, прошел, наверное... Ну, наверное, час прошел. Видите, она уже у меня начала расти. В общем, сейчас она у меня побольше подрастет. И потом все уберу в холодильник. Так. А, тесто вам покажу сейчас. Вот, смотрите. Здесь у меня подходит тесто. Я уже сделала, наверное, три растяжки. И, кстати, хочу сделать побольше растяжек. Я думаю, может быть, я мало растяжек делаю. В общем, делаю приблизительно одну растяжку. Где-то в минут 30-40. Кстати, вот это тесто замешивала без опары. Ну, хочу посмотреть, что получится. Это белый хлеб с отрубями. С пшеничными отрубями. Что такое отруби, сейчас покажу. Может быть, кто не знает, как они называются по-немец. А, у меня не с пшеничными. В общем, у меня вот такие вот отруби, оказывается. Так. Ну, я, наверное, буду потихонечку делать. И отвечать на кое-какие ваши комментарии. Прям вчера, когда монтировала влог. Все мои, ну, это вы уже увидели. Все прям мои животные ко мне собрались. Я думаю, надо снять. А то я ж теперь переживаю. А то я ж теперь плохая хозяйка с плохим характером. Которые даже животные не подходят. Ну, это я так. Ну, я, естественно, это постоянно снимать не буду. Я ничего не... Я обычно ничего специально не снимаю. А вот начало этого ролика я прям специально снимала. Даже не пошла свет включать. В общем, все как было, ну, по-натуральному. Так, сейчас я сюда немножечко водички подобавлю. Потому что я томатную пасту положила. И чтоб она получше разошлась. Так. Девочки, вчера меня спросили насчет Эрика. Написали. У вас же еще есть сын? Да, у меня есть сын. Взрослый сын. Живет он недалеко от нас буквально. Ну, кто меня часто... Ну, не то, что... Кто меня постоянно смотрит, тот знает про Эрика тоже все. Сниматься он не хочет. Ну, может быть... Он сказал, ну, может быть, когда-нибудь я и покажусь у тебя в роликах. Ну, может быть, когда-нибудь он и покажется. Так. Живет он недалеко от меня. Переехал он, наверное, в январе будет не то два, не то три года, как он от нас переехал. Жил, естественно, с нами. Потом переехал, захотел отдельно жить. Но я его прекрасно понимаю. У него хорошая трехкомнатная квартира. Прям шикарная. У меня есть ролики на канале, где я делала обзор на квартиру холостяка в Германии. Вот так я его как-то и назвала, этот ролик. Кому интересно, можете посмотреть. Как говорит наш Эрик? Невеста у него еще нет. Ему 31 год. Он работает. Девочки, у него профессия такая, да, по-русски не вышепчешь. Короче, что-то с пластиком связано. Они делают какие-то пластиковые... Ой, точно. Пришла посылочка от Тему. Я вообще-то там большие вещи какие-то заказала. Это что-то такая маленькая. Может быть, это в каких-то... В мизерных размерах. Хотя я все проверяла. Ладно, я даже не знаю, что здесь. Понятия не имею. Ладно. Откроем, наверное, сразу. Мне потому что художество просто очень интересно. Я как раз-таки сегодня только хотела посмотреть, что же я там... Еще одна упаковка. Что же я там заказала? Нет, я знаю, что я заказала на Тему. Просто я хотела посмотреть, думаю, когда же они мне ее привезут. Просто на Тему такая функция есть. А, это я заказала вот такие маленькие свечи. Знаете, чтобы... Интересно, тут батарейка, сама батарейка. А, да, сейчас, подождите. Здесь же такой, как предохранитель, что ли. О, и что? И что, контакта нет. Это вот, например, поставить на стол, да? Я люблю, когда свечи горят. И решила себе вот такие на батарейках заказать. В общем, пять штук, по-моему, здесь должно быть. А что, четыре только? Ну, значит, четыре. Четыре штуки стоили два ора с копейками. Ну, а что, два ора с вообще практически ничего. Ладно, ну, что-то тут у нее плохой контакт. Ты давай, работай нормально. Ладно, потом разберусь. Значит, это убираю. Потом сделаю. Ну, у нас скоро... Сейчас я помою руки. Так, ну, что я там заканчивала там? На Эрике. Работает, получает хорошо. Девочки, я прям рекламу делаю. Может быть, у кого-то дочка есть, которая ищет себе хорошего жениха, который не пьет, не курит. Не, ну, венцо там или пиво он может, конечно, себе позволить, но не до такой степени, скажем так. Так, курить у меня никто из детей не курит и даже не пробую. Я так, по крайней мере, надеюсь, что дальше никто их не пробовал. Ну, я же, конечно, тоже все о своих детях не знала. Ну, по крайней мере, я их вижу каждый божий день, я знаю, что ничего благого они не делают. Так, что если... Сейчас он будет делать... Сейчас он будет делать, по-моему, с января месяца, он будет делать мастера. Ну, кто живет в Германии, знает, что такое мастер. Он будет делать мастером. Он все, поработал, сделал себе аусбильдинг, я уже сказала, да. Ну, в общем, он, наверное, если как-то по-русски сказать, механик по вот этим машинам, которые с пластиком работают. Просто даже у него, если даже на немецком сказать, у него там, я не знаю, у него там профессия состоит из трех-четырех слов. Так, посолила, поперчила. А то я еще могу иногда что-нибудь перепутать. Поработал, сказал, что он так работать не хочет, потому что это тяжело. Я говорю, ну да, конечно, тяжело. И сказал, он будет учиться. С фирмой он все согласовал. Он потом останется на этой же фирме, девочки. У него нет машины. Вы знаете почему? Потому что он, ну, работает, я не знаю. Ему, наверное, до работы ближе, чем до меня. А до меня ему 500 метров. Он сейчас купил себе этот электрический велосипед и ездит на велосипеде. Так, что вам еще рассказать про Эрика? Ну, все, в принципе. Ничего такого больше особенного рассказать не могу. Живет самостоятельно. Барит себе самостоятельно. Спрашивает рецепты у меня. Готовит сам себе плов. Готовит сам себе лагма. Про Эрика я вам немножко рассказала. Ладно. Делаем. Я натрясла перец. Теперь чихаю. Фаршируем. Перчики, перчики, естественно, помыла. Почистила, помыла. Все, сейчас зафарширую. И буду готовить. Сметанка у меня есть. Я когда готовлю паприку, я в бульон, ну, очень, в подлив не добавляю. Добавляю. Не добавляю сливки или сметану. Раньше добавляла. Теперь не добавляю. Стараюсь, чтобы поменьше было калорий. Чтобы, ну, не так, потому что... Или эту ложечку сметаны потом положишь. В общем, не знаю. Мне кажется, что если не добавить... Что если не добавляю, то будет немножко калорий поменьше. Поэтому я сейчас не добавляю. Кстати, кто добавляет сливки или сметану, когда фарширует паприку? Девочка, мне который фарш остался, я так сейчас фрикадельчики скатаю, накатаю. Залив все водой. Положу свою домашнюю овощную пасту. Обычно я вожу всегда в кубик бульончика овощного. А это положу свою домашнюю овощную пасту. Буду готовить. Ну и потом уже как приготовиться, покажу вам, что у меня здесь получилось. Вот так положу моей овощной пасты. Залью все водой. Посолю попозже, когда овощная паста немножко разойдется. Потому что овощная паста у меня тоже очень соленая. Так, крышечкой делаю крышкой. Все, я оставляю вариться. Как риск будет готов, значит все остальное будет готово. Минут на, наверное, на 25-30. Еще раз про Эрика. Эрик учился всегда очень хорошо. У нас вообще в родне, в нашем роду, вот с моей стороны, у нас все мальчики, они у нас в математике. Очень хорошо им дается математика. Вот девчонкам, например, математика так не дается. А Эрику математика давалась очень хорошо. Он ее, в общем, если сейчас у кого-то какие-то проблемы с математикой, кто-то не знает, что, как, что, как, посчитать, что, как решать. У нас такая все прямая дорога к Эрику. Все идут к Эрику. Эрик всем помогает. Никому не отказывает. Так, что еще хотела сказать? А, и Пауэль, между прочим, у нас тоже. Вот когда приезжают к нам, говорят всегда мне, Ома, давай в школу поиграем, давай в школу поиграем. И вот я начинаю с ним. Я говорю, ну давай, тогда и будем играть в математику. Он говорит, да, давай. И вот я ему задаю всякие, ну, придумываю из головы всякие разные задачки. Ну, сначала до 10, сейчас мы уже перешли немножко подальше, там, до 12, 13, знаете, ну так, еще не сильно далеко. И я ему задаю там какую-нибудь задачку, там, естественно, мы с ним играем так это, на немецком языке. Я ему задаю такие простые задачки, например, такие как, ну, да, все на немецком. Например, такие, как у Сабрины было 8 яблок, она Софии дала 3 яблока. Сколько яблок у нее осталось. И Пауэль очень, ну, он, короче говоря, я вот сейчас смотрю по нему, он очень быстро, ну, соображает, он решает очень быстро, в голове причем. Иногда, конечно, он использует пальцы, но он еще маленький же. Кстати, Пауэль 6 лет исполнилась только 31 июля. Представляете, а все его, и он сразу же пошел в школу. На некоторых землях он мог бы еще спокойно год отсидеть в детском саду. Но нет, уже пошел в школу. Карина, когда разговаривала с учительницей, говорила, что, может быть, ему еще годик посидеть, учительница сказала, нет, ему не надо. Он уже созрел для школы, он очень активный ребенок, так что ничего ему не надо. Никаких там, типа, еще посидеть год в детском саду. Ну, Карина не то, что она его хотела еще оставить на год в детском саду, она просто поговорила с учителем и узнала мнение учителя. Так что все нормально. Так, ладно, мои хорошие, как приготовлю, покажу вам, что получилось. Тесто мое вот так вот выглядит. Что оно у меня здесь подходит, не подходит, не знаю. Вроде такое ничего пышненькое. Сейчас буду еще его вытягивать. О, Господи, уже одна свечка разлетелась, упала, наверное. Так, все. Сейчас поменяю свои свечи. На декорации, которые на том столе, потом вам покажу, все включу. Я надеюсь, что они будут все у меня гореть. Одну, если что, Софийке подарю. Она тоже у нас любит. У меня что? А, ну да, правильно, тут пять у меня, правильно. А у меня же четыре этих подсвечника, подставочки. Одну, если что, Софийке подарю. Она любит у нас всякую разную декорацию. Постоянно говорит, давайте декорацию что-нибудь купим. Давайте, вот уже скоро Новый год. Давайте еще что-нибудь купим для декорации. Вот, девочки, смотрите, как сделала. И теперь они могут всегда гореть. Пусть горят. Я люблю, когда горит. Я люблю, когда горят свечи. Вспомнила. Девочки, вот такие таблетки Володя сейчас принимает. И колено у него прошло. И я тоже, наверное, начну их принимать. Может быть, моей руке тоже поможет. Вот эти. И вот эти вот, для защиты желудка. Для защиты желудка и кишечника. Вот я сейчас вижу. Но это непосредственно таблетки. Смотрите, моя паприка готова. Мы сейчас с Сабриной быстренько пообедаем. Сабрина, если она успеет пообедать, Сабрина. А то она уже собирается на работу. Она сегодня работает во Франкфорте. В общем, паприка, фрикаделька или тевтелька, как правильно назвать. И ложечка сметаны. Всем желаю приятного аппетита. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И до завтра, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok